Вопрос о награждении одного из подписчиков Вопрос о награждении одного из подписчиков Чтобы палата федеральная вынесла свое заключение Или имела бы представление о той ситуации, которая есть реально А не о той, которая изложена в этом обращении Для них это чрезвычайно важно И поэтому они весьма охотно общались с нами Первый день записалось к нам 41 человек Я остался работать с документами А трое моих товарищей Это Степин Виктор Петрович Тюмень, палата адвокатов Игорь Властемирович Михайлович из Екатеринбурга И Сергей Степанович Иванов из Вологды Так вот, они поехали во второй половине дня Поехали по адвокатским образованиям По крупным адвокатским образованиям Для того, чтобы непосредственно с адвокатами Пообщаться и обсудить Как бы есть напряжение вообще В адвокатуре Башкортостана Как относится к этому обращению в том числе Каково отношение к Совету палаты Резионной комиссии Не утратили доверие И я не буду долго говорить Но в двух словах хочу сказать Что у нас создалось впечатление Что это обращение как-то сплотило Адвокатов Башкортостана Вокруг Совета палаты Во всяком случае, тех, с кем общались мы Это, видимо, свойство российского человека Когда неоправданно идет наезд То сплачиваться вместе Но в нескольких словах все-таки доложу И о той ситуации, ради которой мы туда ездили И точнее о той ситуации Чему посвящено было это обращение В 2014 году Министерство имущественных отношений Правительство Башкортостана Потребовало палаты перезаключить договор аренды Там закончился срок Но условия заключения нового договора аренды Были неприемлемы для палаты Неприемлемы заключалось в том Что требовался очень серьезный ремонт помещения Которые они занимали Помещение было слабо приспособлено Для работы палаты Оно располагалось на двух этажах Причем лестница была настолько крутая Что я помню, когда там бывал То при всей легкости моей на подъем Подниматься по этой лестнице было не очень комфортно А кроме того Помещение требовало постоянного вложения денег Оно ветхое Позапрошлого века И крыша требовала ремонта Вложения в общей сложности 8 миллионов рублей Но министерство потребовало Или подписывать Или выселяетесь И срок аренды только на 11 месяцев Сдавали согласие на подписание Палата пыталась вести переговоры Пыталась искать какие-то способы нормального регулирования Не получилось Получилось обращение Министерства имущественных отношений В арбитрарный суд Суд выселил палату Срок договора истек Новый не подписан Палата оказалась на улице Несколько месяцев они ютились Продолжая поиски Ютились в одном из адвокатских образований Продолжая поиски другого помещения В декабре месяце 2014 года Был заключен договор Аренды Сроком на 15 лет В том помещении Которое принадлежало Тещи Булата Гумировича Президента палаты Каждый из нас в этом отношении Может по-разному оценивать Вопрос нравственности Или безнравственности Но мне кажется Что главным образом Ситуация необходима оценивать И условия договора аренды И это должно быть главным критерием Того заключать договор Был или не заключать Это помещение на одной из центральных улиц На первой линии Полногабаритное здание Внешне привлекательное До лишения одного из адвокатов статуса Ни на одной конференции Вопрос этот вообще не поднимался И как мне говорили адвокаты Никто и никуда не обращался О том, что этот договор аренды Считается там кабальным И что есть какой-то другой вариант Который был бы более приемлем для палаты Но после того Как были приняты решения О прекращении статуса одного из адвокатов Начались различные обращения В государственные органы Повторяю Ни для кого из адвокатов Ни для совета Не было откровения Что это помещение принадлежало Родственнику Булата Гумировича Договор аренды подписывал не он А лицо, уполномоченное Советом палаты на подписание договора Сделка непритворная Палата до сих пор там Помещение, повторяю на наш взгляд Очень и очень неплохое И с точки зрения комфорта работы И с точки зрения престижности Адвокаты гордятся этим помещением И не скрывают этого Второе Упрек, который содержался В этом обращении Открыто на имя Александра Ивановича Бастрыкина Не обоснованное получение премий Понимаете Это вообще вопрос чисто корпорации И Влад Гумирович мог бы Нам сказать Гуляйте Друзья мои Это наше дело Палата не предъявляет нам никаких претензий Реверная комиссия не высказывает никаких соображений Я вам вообще детали это не буду показывать Но я попросил, чтобы показали Есть положение премирования Положение сохраняется Премии выплачиваются два раза в год При уходе в отпуск И по итогам работы за год Все эти суммы В пределах сметы Ни разу перерасхода денежных средств не было С 2003 года существовало положение При прежнем президенте в том числе Третий довод Это От имени адвокатского сообщества Якобы Выражалась озабоченность Нарушением Присвоения статуса адвоката В Палате Республики Башкортостан 550 претендентов За период с 2015 по 2018 год Было на получение статуса 435 адвокатам статус был присвоен За эти годы Было лишь Как вы сами понимаете Все материалы Направляются в управление юстицией В том числе За эти годы Было лишь одно Обращение начальника управления юстицией В палату С просьбой Прекратить статус адвоката Одного из адвокатов Который представил Квалификационной комиссии Сведения недостоверные о стаже О стаже Хотя все документы Которые были представлены Были удостоверены нотариусом И управление юстицией Квалификационная комиссия И представители управления юстицией Не нашли никаких замечаний В свое время Когда статус присваивался Когда к экзамену допускались Но дело в том Что в заявлении Которое направлено было В ФСБ Указывалось Что больше 30 адвокатов Были Так сказать Незаконно статус присвоен Я повторяю Только в отношении одного И то Никто абсолютно Не гарантирован Из нас с вами Что нам могут представить Сфальсифицированный документ Подтверждающий стаж работы Еще один есть иск Иск прокурора республики Он более чем странный Но не могу на нем не остановиться Там оспаривается Обоснованность допуска его к экзамену И доводы прокурора республики Следующие Этот человек был дознавателем ФСБ В течение 10 лет После чего Представил документ Подтверждающий стаж Представил документ Об образовании высшим Все это есть бесспорно Но по мнению прокуратуры Если человек работал в ФСБ То стаж работы Его не засчитывается Хотя должность дознавателя Под должностной инструкции Требовала законченного Высшего юридического образования Этот спор пока судом не разрешен Но я надеюсь Что будет суд прекратит Это производство по делу Итак никаких больше других обращений Кстати сказать Поэтому начальник управления юстиции Отказался вносить представление Считая что Бывшим дознавателем ФСБ Статус присвоен законно совершенно Я после того как мы закончили проверку Я побывал на приеме Председателя государственного совета Мне интересовало мнение Власти законодательной О палате Глава Глава республики В это время был в командировке Я хочу сказать Что очень лестное высказывание Об адвокатах Башкирии Я получил От Константина Борисовича Он отмечал Активное участие Их в избирательных кампаниях Отмечал активное участие Булата Гумеровича В работе комиссии Законодательного собрания Поскольку он является депутат Объяснил что Их отношение к палате Способствует тому Что инициатива палаты О том чтобы законодательное собрание Выступило с законодательной инициативой Как раз по поводу Защиты прав адвокатов Статья 294 Уголовный кодекс О чем сегодня уже упоминалось Так вот Законодательное собрание Башкортостана Обратилось в такой законодательной инициативу В Государственную Думу И это было по инициативе Палаты адвоката Башкортостана Не важно подтвердилось или не подтвердилось С моей точки Не важно То о чем я говорю Важен сам факт Недопустимый сам факт Обращение в государственные органы Адвокатов Тем более людей Которые заявляют Что они от имени адвокатского сообщества Тогда как от имени адвокатского сообщества Соответственно статьей 35 Закон об адвокатской действии адвокатуре Пункт 2 Правит только Говорить Федеральная палата адвокатов Так что наряду с нарушениями Кодекса профессиональной ледики адвокатов Совершенно очевидным Всем унижение чести и достоинства Имеет место и руководитель палаты И вообще и совета палаты В этом случае Потому что там Слышали какие Знаете какие термины применяются И с голоса С голоса А не без документов В исследовании Мне представляется Что если у кого-то Все-таки Из этой группы Могли быть какие-то вопросы Обращение могло бы быть в федеральную палату С тем чтобы федеральная палата Могла бы Ну вот так же попросить Булата Гумировича согласия на выезд И Оценку Изучение и оценку К сожалению этого не сделано С моей точки зрения Действия группы подписантов Заслуживает В обязательном порядке На мой взгляд Я это категорически считаю Принципиальным Заслуживает Оценки Квалификационных комиссий Всей той процедуры Которая должна пройти В соответствии с Кодексом профессиональной этики Я Хочу вам следующее еще сказать Знаете Среди подписантов Есть уважаемые люди В отношении которых рука Наверное у москвичей Вот не поднимается Никак о том что привлекать Их дисциплинат ответственности Но я приводил вчера пример И говорю сегодня для вашего зала Вот той Российской газете От 10 апреля Где была статья Гасана Борисовича Берзоева Была информация О том Информация касалась Диего Марадонны Это звезда футбола Уважаемый всем миром Но он как представитель Федеральной ассоциации Футбольной Оказался в Венесуэле Позволил себе высказывания О президенте О президенте Венесуэлы И о президенте Соединенных Штатов Но член ФИФА Не вправе Какие бы то ни было Политические заявления Делать Он был привлечен К строгой дисциплинарной ответственности Дисциплинарной комиссии ФИФА За нарушение этики ФИФА Знаменитость Известный человек Но Закон Обязательный для всех С моей точки зрения Не обращать внимание На это Чрезвычайно опасное явление Разжигающие рознь В адвокатуре Подрывающие Принципы адвокатской деятельности Независимость И самоуправление Не могут оставаться Без внимания Адвокатского сообщества Для федеральной палаты адвокатов Вот сама эта поездка И выезд наших коллег В палату Башкирии Это было таким явлением Необычным Мы когда на совете Обсуждали Возможность Такого рода поездки Вспоминали Что в советские времена Раньше Министерство юстиции В разные коллегии Адвокатов Отправляло комиссию И включало туда Адвокатов из других регионов И проверяли Финансово-хозяйственную деятельность И там Как стажеры Обладевают профессией И так далее И тому подобное На сегодняшний день У нас нет Законных Юридических оснований Эту практику Как бы возобновлять Но Мы посчитали Возможным Исходя из Неких таких Товарищеских Побуждений Не основанных На норме закона Тем более Что Булат Гумерович Со ссылкой На адвокатов Своей республики Ну Настоятельно Просил Требовал Чтобы приехали Уважаемые коллеги И на месте Убедились Насколько В палате Напряженная Ситуация Или нет И вот Николай Адмитич Главная конечно Была задача Рассказать Не о цифрах А о том Есть ли нарушения Есть ли проблемы В палате А так-то В общем-то Мы все исходим Из того Что В каждой палате Должны сами Находить способы Разрешения Вопросов Или конфликтов Которые у них Существуют Значит Друзья Я Наглашу Эту резолюцию Которую Могу вам сказать Писал От первой До последней Буквы В связи с тем Что мы Собрались Налетучую Тут же Такую Нашу Сходку Руководителями Членов Федеральной Палаты Решили Что это нельзя Оставлять Без Каких-либо Последствий Я Действительно Экадемически Сказал Как только Я обнаружил Я тут же Обнаружил Так случилось Я Не все время Сижу в интернете Но в общем Я туда захаживаю Когда я только Обнаружил Вот это открытое Обращение Я тут же Между прочим Отпостился Я считаю Это Доносом Я зачитаю Затем Очень совсем Краткий Комментарий Группа Адвокатов Из 32 Человек Состоящих В реестрах Адвокатских Палат Пяти Субъектов Российской Федерации Подписали Открытое Обращение На имя Председателя Следственного Комитета Российской Федерации С просьбой Цитирую Обеспечить Объективное И своевременное Расследование Всех данных О финансовых И иных Злоупотреблениях Представителей Органов Управления Кавычки Закрываются Адвокатской Палаты Республики Башкортостан Которое Было Распространено В сети Интернет При этом Ни один Из подписантов Членом Этой Региональной Адвокатской Палаты Не является В связи С данной Акцией Приобретшей Публичный Характер Съезд Считает Необходим Заявить Следующее Российская Адвокатура Является Независимым Институтом Гражданского Общества Не входит В систему Органов Государственной И муниципальной Власти Независимость Адвокатуры Обеспечивается В первую Очередь Закрепленными Законом Принципами Самоуправления Корпоративности Федеральный Закон Адвокатской Деятельности Адвокатуры В Российской Федерации Установив Обязательное Членство Адвоката В Адвокатской Палате Субъекта Российской Федерации Детально Определил Формирование И полномочия Ее выборных Органов Собрания Конференции Совета Квалификационной Ревизионной Комиссии Разграничил Компетенцию Региональных И федеральных Адвокатских Палат Обращение В любой Орган Государственной Власти В любой Орган А тем более В тот Которому Адвокаты Противостоят Как защитник В уголовном Процессе О проведении Проверки Финансово-хозяйственной Деятельности Адвокатской Палаты К тому же Не будучи Ее членами И следовательно Не обладая Непосредственным Знанием О жизни Этого Сообщества Практически Только с голоса Бывшего Пашкирского Адвоката Лишенного Статуса И находящегося В длительном Конфликте Советом Палаты Является Откровенным Игнорированием Принципов Самоуправления И корпоративности Адвокатуры Подрывом Ее независимости Утратой Чувства Профессионального Достоинства Существование И жизнеспособность Нашего Сообщества Немыслими Беззаимного Уважения И доверия Адвокатов Как друг К другу Так и К своим Товарищам Которые Они сами Избрали В органы Адвокатского Самоуправления Поэтому Решительного Осуждения Заслуживает Высокомерное Пренебрежительное Отношение Как к коллегам Избранным В органы Палаты Так и к коллегам Членам Другой Адвокатской Палаты Отказом В способности Самим Решать Внутренние Вопросы Сообщества Такого Рода Действия Независимо От Вызвавших Их Побуждений Насаждают Чуждую Адвокатуре Атмосферу Подозрительности И доносительства Губительны Для профессии Основанные На отношениях Доверия И взаимной Поддержки И при определенных Обстоятельствах Могут Стать Предметом Дисциплинарного Разбирательства Заботясь Об авторитете Адвокатуры Ее Достоинстве И благе Съезд Призывает Адвокатов Сохранять Традиционный Для сообщества Дух Сплоченности И солидарности Всемирно Ограждать Независимость Нашего Правозащитного Института Гражданского Общества Я хочу вам сказать Я Не по возрасту Эмоционально Воспринял Вот это Обращение Я вижу здесь Я поминал Советская Адвокатура В другом Контексте Да Которая была Конечно Подпятой Государства Как мы все Общественные Организации Но я вижу Здесь Какое-то Количество Старорежимных Адвокатов Такого Как я Которые Были членами Адвокатуры Советской В мысли Не могло Прийти Что-либо Подобное То есть Обращение Такого Просто История Советской Адвокатуры Которой Можно предъявлять Претензии Не знает И я Николай Дмитриевич Мы друзья С вами Меня Подмывало Вас Остановить Организаторы Те люди Которые Бросили Это Потому что Понятно Кто же Текст Писал А потом Подписывали Действительно Мне очень Больно Под этим Текстом Стоят Подписи Людей Уважаемых Сообществ И моих Товарищей Это Была Акция Провокационная Провокационная И провокаторы Добились Своего Что мы здесь Слушали Это с какого Перепугу Извините Меня Съезд Заслушивает Вообще Данные О хозяйственной Финансовой Деятельности Вообще Палаты Другой Акцент Здесь Сделан Когда мы Писали Закон В законе Детально Гарантии Нашей Независимости И адвокаты Члены Своей Палаты И своего Сообщества И как правильно Сергей Сергеевич Меня опередил Сказал Когда все-таки Думали Что делать Как реагировать Вот эта группа Под руководством Николай Дмитриевич Которая поехала Это группа Товарищей Понимаете И получилось так Что провокация Достигла Своей цели Мы начали Влезать Извините В чистые проблемы Сообщества К которому Кстати сказать Влезать И в федеральной Палате Не позволено Здесь есть Положение Закона Разграничение Компетенции Только сами Адвокаты В своем Сообществе Должны решать Такие проблемы И акцент Вот здесь Чем сейчас Сторонники И лица Которые подписали Вот это обращение Чем они Размахивают Ну 33 статья Конституции Гражданин Имеет право Лично Обращаться А так же С индивидуальными И коллективными Обращениями В органы Государственной Власти Так вот Я хочу вам сказать Такую вещь Дорогие мои Тут акцент Сделается На том Это профессиональная Этика У нас Акцент На профессиональной То что Допустимо Пускай с оговорками Какими-то Для родового Гражданина Не гоже Для адвокатов В своем Сообществе Здесь Тут у нас Небольшие Расхождения Представьте себе Не все Что Порицаемо И не все Что Отвратительно Может быть Подведено Под конкретные Нормы Правовые Вот представьте Себе Вот мы Понимаем Прекрасно Это Недопустимо Поэтому Вот это Последнее Фраза Которая Использует В общем Терминологию Конечно Наших Предшественников Присяжных Поверенных Которые Как раз Заботились О той Атмосфере Атмосфере Доверия И уважительности Между Членами Сообщества Она Должна Нам Вот о чем Напоминать Вот эти Годы Закономерные Неизбежные После Крушения Докаритарного Режима Они Сопровождались Издержками Вот Одной Такой Издержкой Было Знаете Что Утрата Понятия Репутации Для меня Я могу Вам сказать Мои Добрые Товарищи Которые Подписали Там Молодежь Поклонная Я Просто Так Предполагаю Наверное Что может Там Кто и не читал Просто Понимаете Этого Обращения Посмотрели Там Подписи Уважаемых Людей Вот вы Знаете Они На время У меня Стали Для меня Нерку Пожатные Ну Я Оттаю Там Понятно Знакомы Длительное Время Как-то Они Объясняются И мне Больно Что При Разговорах С Этими Товарищами Они Не В Состоянии Осознать Всю Извините Паскудность Вот Этой Акции Поэтому Я Призываю Вас Проголосовать За эту Резолюцию Спасибо Генрия Маркович Я Постараюсь Сейчас Несколько Снизить Градус Как это Скать Пафосные Выступления Предыдущих Ораторов Да И Обратите Внимание Смотрите Вот В этой Резолюции Нет Ссылки Ни на Одну Норму Права Я Знаю Почему Потому Что Это Противоречит Правым Нормам Зато Мы Услышали Рассказ Про Марадону И Футболистов Ну Что Будем Равняться На Футболистов Булат Гумирович На Боксеров Тоже Можно Знаю Что У вас Разряд Какой Вообще Не Страшусь И Хулиганить Здесь Хулиганить Не Стоит Теперь По Существу Теперь По Существу Нет По Моим Базар Был До Этого Можно Начинать Да Значит Был Призыв В отношении Того Что Сначала Нужно Было Использовать Спасибо Был Призыв Использовать Сначала Меры Обращения В Федеральную Палату Адвокатов Слушайте Что Себя Сем Смешить Игнорирует Федеральной Палаты Аналогичные Запросы По Зеркальной Ситуации По Сделке С конфликтом Интересом Юрия Сергеевича Пилипенко Которая Не Предоставляет Должную Информацию Если Мы Говорим О Правовой Составляющей Проблемы То Правовой Составляющей 27 Статья Федерального Закона О некоммерческих Организациях Вот В чем Речь Да 33 Статья Конституции Да Надевая Значок Которая Сегодня Забыть Забыл Одеть Ну Не Один Я Вот Коллега В середине Тоже Забыл Одеть Так Что Не Страшно Действительно Предоставляют Гражданам Право На Обращение Коллективное Индивидуальное В государственные Органы И Адвокат Надевая Этот Значок Он Не Утрачивает Этого Гражданского Права Как Бы Вам Существует Несколько Решений Конституционного Суда Одно Из которых Заступилось Даже За Милиционера Который Критиковал Своё Начальство Мы Транслируем Пытаемся Транслировать В адвокатуру Принципы Криминальных Сообществ На своих Не стучи Уважай Старшего И так Далее И так Далее Резолюция Начинается Великолепно Группа Обратилась Просьба Обеспечить Объективное И своевременное Рассмотрение Данных О том О сём Что Незаконного Нелегитимного В виде В этом Пятый Обзац Давайте Отбросим Всякие Прилагательные И прочее И прочитаем То что Важно Обращение В любой Орган Государственной Власти Является Откровенным Игнорированием Принципов Самоуправления И Подрывом Его Независимости Нет Если вы Хотите Хулиганить Дальше Пожалуйста Спасибо За аплодисменты Спасибо Спасибо Так вот Так вот Заботясь Об авторитете Адвокатуры Я предлагаю Всех людей Которые Присутствуют В этом зале Проголосовать Против Против Потому что Этот документ Станет позором Адвокатуры Потому что Гражданин Обладающий Адвокатским Статусом Не может быть Лишен Своих гражданских Прав Дмитрий Николаевич Дмитрий Николаевич Я вас попрошу Я прошу вас Задержитесь На секундочку Я хочу вам задать Один вопрос Один вопрос Дмитрий Николаевич Я думаю Ваш авторитет Поможет Щико не прекратить Коллеги Ну подождите Дмитрий Николаевич Разрешил Задать вопрос Вот недавно Опубликована Статья Одного Очень Уважаемого В сообществе Товарища Нашего Там По целому Ряду Вопросов И он В том числе Поставил Под сомнение Наличие Кворума Последней Конференции Адвокатской Палаты Города Москвы У меня к вам Такой вопрос Скажите пожалуйста Вот вы Прочитав Эту статью Будучи членом Другой Палаты Для себя Возможность Допускаете Обратиться В орган Юстиции Московский Для того Чтобы они Существили проверку Каким образом Проходила конференция Ответьте мне Допустимым Считаете Я думаю Этот вопрос Будет решать Каждый Для себя Зависит Ситуация От меры Нарушения И мерзостности Поведения Я не думаю Что отсутствие Наличие Кворума Раздразнит меня Настолько Что я Начну Руководствоваться 30-30 статьей Конституции Лично для себя Если вы Если вы Допускаете Для себя Такую Возможность Если вы Считали Возможным Обратиться Будучи членом Другой Палаты Для того Чтобы Орган Юстиции Наш Московский Проверил Деятельность Конференции Нашей Палаты Вы В таком Случае Вы в таком Ты младше Меня Дай мне Закончить Вы В таком Случае Переходите В разряд Нерукопожатных Для меня Ой Генри Маркович Страх то какой Мне вообще Непонятно Почему Некоторые Граждане Столь Высоко Оценят Своё Рукопожатие Да вот Ни разу Не испугался Я думаю Что Вот Наше С позволения Сказать Бывший Коллега Потому что Я Честно Не хотел Стоять В одной Корпорации С этим Замечательным В кавычках Человеком Сказал Что если мы Проголосуем Что если мы Проголосуем За эту Резолюцию То мы С вами Покроем себя Позором На все Так сказать Будущие времена Это будет Самый Позорный День Поэтому я И посчитал Что Попытка Генрия Марковича Как-то там Пробиться Якобы К чему-то Такому Что там Вот Что называется В уме Представления Этого человека Есть такое За что Можно Зацепиться На мой взгляд Абсолютно Бессмысленно Цепляться Не за что Но Почему опасна Такая точка зрения Вот я Сегодня не хотел Уступать Но хочу вам Сказать одну вещь Вот пользуясь Нашей с вами Некой такой Вот Генрия Маркович Говорит Знаете Жалко Уважаемые люди Подписали Генрия Маркович Вы ошибочно Их записали В разряд уважаемых Потому что На самом деле Оценку надо давать Все таки Тогда Когда для этого Есть все основания И я Это просто К чему веду До тех пор Пока мы будем Так аккуратненько Осторожненько Дай бог Не обидеть Не зацепить Вот с этой публикой Общаться Я вам даю гарантию Вот Это приведет К тому Что на самом деле Вот тот самый Престиж Авторитет Нашей профессии О которой мы О котором говорим Печемся На самом деле Он просто Бросается под ноги Самое что удивительно Те люди Которые на всех Перекрестках Кричат о том Что престиж Авторитет Упал Профессия Так сказать Уже ниже Плинтуса Эти же люди Все делают для того Чтобы он Действительно Так сказать Реально падал Понимаете Это какой-то Поэтому надо Останавливать Эту публику Продолжение следует... Продолжение следует...